конец июля дорога вдоль озера несмотря на кажущуюся небольшую величину наш пруд тянется на несколько километров вот эта дорога идет вдоль этого пруда практически он до самого села стуково занимает место ну а земля здесь песок несмотря на то что он прикрыт хвоей надо ехать осторожно а то можно повысить некоторые неприятности ну правда рейсер турист идет по песку довольно хорошо но тем не менее мотоциклисты знают песок есть песок с ним шутить нельзя лучше перестраховаться и 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 рядом можно искупаться вода теплая а вот эта просека которая идет от озера по ней можно проехать чтобы показать какой у нас рельеф местности в лесу довольно интересно такие подъемчики мотоцикл тянет отлично скорость небольшая конечно мы если вылететь на песчаную площадку можно поврагнуться вот например но здесь это все известно можно конечно это пройти на скорости но я уже давно так не делаю не рискую что приятно что мотоцикл берет вот такие ну я не знаю не длительные но довольно серьезные подъема на третьей передаче без проблем это при моих то 120 килограммах то есть я довольно не худой бакер классический вот здесь вообще песку по потащила конкретно с песком шутить нельзя но страшного в этом ничего нет главное не нужно наглеть и по песку можно ехать особенно по мотоцикле как рейсер турист здесь немножко конец но здесь совсем глубоко причем слой песка он припорошен хвой кажется дорога твердая сухо все нормально однако это очень обманчивое впечатление запросто может занести если потерять концентрацию то нет поэтому если все держать под контролем ничего страшного нет повторюсь турист идет по песку но я не знаю на порядок лучше тем ну например у меня был раньше мотоцикл тоже очень неплохой кстати рейсер трофе 110 здесь и паза подлиннее колеса побольше ну совершенно другое ощущение он потяжелее конечно турист но идет намного лучше первое время я просто даже не мог привыкнуть например по песку трофе во все но я не знаю приходилось останавливаться и серепашим хагом пробираться а этот идет ну и я не знаю ставят лично ну конечно это не спортивный бак какой-нибудь который проходит на скорости все это но для такого класса мотоцикла очень неплохо передаточные цикла в коробке но я не знаю считаю вполне нормальная то есть запаса мощности хватает за глаза на 2 на 3 он тащит ну практически везде по лесу вот небольшое болото но сейчас она пересохла здесь легко перейти на ту сторону здесь даже и машина наверно пройдет хотя раньше только был проезд на мотоцикле здесь весь мой ну просто заросли подснежников сон трава вот опять песок если долго планируешь есть по такой вот дороге по опасной я считаю все-таки опасной что песок появляется в неожиданных местах и довольно глубокий лучше немного приспустить давление в шинах но я этого не делал из-за своей лени лучше буду ехать аккуратнее немножко ребята тут гоняют но на скорости раза в два больше чем я я когда раз не поехал с нашими местными пацанами ребята я с вами не то не конкурент лет до 40 назад я бы может быть еще впрягся а сейчас нет меня цель другая проехать отдохнуть полюбоваться на этот лес тоже какие-то завязки кто-то ставил чтобы не заблудиться что ли я уж не знаю где в нашем лесу можно заблудиться но однако бедно случаи бывают вот мы едем в сторону барнаулки болото в стороне барнаулка это река тут неподалеку такая ну совсем малёхонько не знаю подъеду нет там вообще песка даже трудно сказать какая глубина и он такой там рыхлый по колено бывает завязаюсь может быть проеду может нет посмотрим на мостик был раньше прошлый год по крайней мере нашел был но такой ветки что если его починили то он значит остался если нет то значит его уже наверное нет вброд можно конечно переехать но это надо искать места глубина то там но я не знаю это реке когда в сути и времена не очень большая может быть метр может быть не знаю не хочется с этим связываться мало ли куда вода попадет что-то у меня со сцеплением такое какое-то ощущение странное что немножечко где-то буксует надо посмотреть хотя регулировки все нормально сделаны здесь люди вижу ездят вовсю вот очередная местная достопримечательность река барнаулка ну посмотрим сейчас проеду нет в этом году еще ни разу не был дорога накатана она на люди ездят вот сварова так на барнаулку вот здесь должен быть мостик вот а тут дорога вообще идеальная на на мозг функционирует хорошо прошлый год просто по нему проехать было очень сложно он весь разваливался сейчас посмотрим песок в общем-то как-то здесь не очень страшно выглядит после дождей он как-то уплотненный потихонечку я думаю можно и добраться здесь бывало я завязал на полметра да и сейчас-то в принципе но ничего страшного у мост отремонтирован удача видимо здесь ездят люди но это можно считать что идеальный мост на стол вот здесь от где-то было место отдыха мне память не изменяя сейчас посмотрим точно можно отдохнуть к сожалению о как хорошо так тихо и комаров нету сейчас посмотрим что с барнаулки с этой речкой о осмотреть-то тут и нечего совсем обмелела смотрите ну тут вообще просто а ведь ее глубина бывает вот прямо вот до этой вот отметки весной но тем не менее рыба тут есть во всяком случае карась с озера сюда приходит не знаю сейчас ловится или нет уж больно мелко что-то стало смотрите как обмелела очень сезон видимо сухой либо для нее но никогда она еще не пересыхала все равно вот так и будет до самой осени а если будут дожди так станет глубже вот это река барнаулка она извивается страшно как и доходит до самого барнаула и впадает в реку опь вот такая вот речушка есть места где можно купаться где поглубже ну здесь песок в основном вот так вот здесь вот за барнаулкой вот там дальше там гораздо больше грибов уже ягод ну понятно здесь людей как бы поменьше заходит все-таки подальше отъехали и вот здесь уже можно набрать и многие набирают ягоды и грибы кто-то набирает кто-то не набирает кто-то вот такие вот вещи вот бросает непонятно зачем ну да ладно уж и место сделано специально все равно такие вещи к сожалению бывают это вот такая вот речушка собственно если посмотреть очень рядом очень недалеко от моего участка в детстве мы сюда ходили купаться казалось здесь вода более чистая чем в озере но это на самом деле не так конечно все одинаково здесь различные кустарники растут много разных и цветов и полезных трав мы они очень этим увлекаюсь хотя в последнее время стал на участке выращивать ну за мостиком следят значит есть кому-то интерес в этом это хорошо можно съездить вот сюда лес сущность его не очень большой если туда ехать дальше там вообще не так уж и далеко и лес и кончится он узкой полосой идет на несколько сотен километров не зря его называют ленточный бор в основном сосны ну конечно есть и ручьи и речка вот и березняки но сосны конечно это основа этого леса хорошо здесь особенно подальше когда отъедешь от цивилизации так что пожелаю каждому побывать почаще в лесу и наслаждаться вот этим богатством мы здесь временно надо об этом помнить а вот это небо вечно и сосны скорее всего тоже тут и останутся если конечно мы не нанесем уж такого вреда что и думать страшно ладно всем всего самого доброго до свидания excel abilities ну один втор